Честно говоря, мне все равно, найду ли я возможность поговорить с живым разумным существом с другой планеты или с умным роботом. Ну, представьте себе, что все разумные в космосе будут сидеть тихо и чего-то ждать. Тогда никто друг друга не услышит и не узнает одно число, да? И мы уже сразу представляем себе уровень интеллекта этих существ, чтобы они сразу поняли, кушать нас не имеет смысла. Как они, из чего сделаны, какие у них щупальца, хвосты, уши, глаза, мозги. Мы получим сигналы внеземных цивилизаций. То есть не просто получим, а поймем, что это действительно разумное послание. Здравствуйте, это Неземной подкаст, и здесь астроном Владимир Сурдин рассказывает обо всем интересном, что находится не на Земле. Если вы тоже этим интересуетесь, то подписывайтесь, непременно будет интересно. Ну, а сегодня поговорим о том, что интересует практически всех, о внеземной жизни. Владимир Георгиевич, здравствуйте. Добрый день. Мы говорили о поисках биологической жизни, а теперь давайте поговорим о поисках жизни разумной. А вот эта история, она, в общем, можно сказать, началась на Земле. Люди искали следы каких-то внеземных цивилизаций довольно давно, ну, задолго до того уж точно, когда отправились в космос. Какие, возможно, объекты до сих пор неясного происхождения есть на Земле? А вот мне очень понравилась в вашем вопросе, наверное, такая оговорка, следы биологической жизни отличим от разумной. А ведь мы с вами разумная биологическая жизнь, да? Но когда я думаю о поиске разумной жизни во Вселенной, честно говоря, мне все равно, найду ли я возможность поговорить с живым разумным существом с другой планеты или с умным роботом. Вот сегодня это уже почти одно и то же, да? Хороший компьютер, какая-нибудь Алиса может многое мне рассказать, чего я даже не представлял себе раньше, да? Википедию мне прочитать, например. Поэтому все равно биологическая, небиологическая, электронная жизнь, главное, чтобы она была разумная, чтобы она, как и мы, была озабочена исследованием этого мира, накопила какие-то новые данные и поделилась с нами. Вот ведь чего мы хотим-то от нее, чтобы рассказала свою историю, рассказала, что новенького у нее там, на далекой планете. А в этом смысле нам все равно. И мы ищем контакта теми путями, которыми и на Земле поддерживаем контакт. Что у каждого из нас сумочки в кармане, в портфеле. Радиостанция под названием сотовый телефон. Это не что иное, как рация, приемник и передатчик. И он нам обеспечивает связь со всем земным миром. То же самое делают радиоастрономы на Земле, когда ищут сигналы внеземных цивилизаций. Радио – самый дешевый способ дальней связи. И мы думаем, что и в космосе именно радио позволит нам наладить контакт. С 59-го, ну в 60-м году мы ищем радиоконтакт с внеземными цивилизациями. Нашли много чего интересного, много чего загадочного и непонятного. Но сказать наверняка, что это сигналы разумного существа, мы пока не можем. Хотя очень есть интересные сигналы такой редкой природы. И вот буквально на днях нашли странные, очень коротенькие радиоимпульсы, которые тоже предполагались идущими от разумных существ. Но кажется, оказалось, это звезды взрываются и так дают о себе знать. А чем это слушают и чем ловят такие сигналы? Вспомните, чем мы ловим радиосигнал, например, для спутникового телевидения. Маленькая тарелка. Только у нас на балконе стоит маленькая, там триколор какой-нибудь, да? А радиоастроном имеет такую же тарелку, но диаметром метров 100-150. А самая хорошая тарелка для этой цели была диаметром 300 метров. Представьте себе, 300 метров поверхности радио тарелки такой. Она примерно полвека работала на эту проблему. И это была неподвижная тарелка. Она лежала в таком углублении между гор на острове Пуэрто-Рико в Карибском море. И несла службу и для радиоастрономии, и для поиска внеземных цивилизаций. Буквально несколько месяцев назад она сломалась. На нее упал подвешенный над ней комплекс радиоприемников. Он висел на тросах, трос оборвался и разрушил эту тарелку. Но, к счастью, незадолго до этого появилась новая тарелка уже в Китае. Китайские радиоастрономы построили уже не 300, а 500 метров диаметром. Сегодня китайская наука вообще хочет превзойти всех. И в некоторых областях ей это удается. И сегодня в Китае между гор лежит такая здоровенная 500-метровая тарелка, которая обладает еще большими возможностями. Она слабый-слабый сигнал собирает, усиливает. И нашлись деньги, чтобы организовать поиск внеземных цивилизаций с помощью этой китайской тарелки. Потому что деньги нужны всегда. Нужно аппаратуру покупать, людям зарплату платить. Это серьезная такая техническая работа. У кого нашлись деньги? Можно сказать, у моего однокашника. Юрий Мильнер, наш выпускник физического факультета МГУ. Он позже меня учился, он моложе меня. Но, закончив в 90-х, он немножко поработал как физик. А потом надо было семью кормить. В общем, сами понимаете, 90-е годы непросты. Он ушел в электронный бизнес, создал несколько таких компаний, которые дали возможность ему стать долларовым миллиардером, настоящим. Он живет уже много лет в Калифорнии. Но все-таки по происхождению это он наш человек, физик, ученый. И он дает большие деньги на поддержку научных и научно-просветительских, я бы сказал, романтических проектов. И один из его проектов – это поиски внеземных цивилизаций. С помощью этой здоровенной китайской тарелки на его 100 миллионов долларов хорошие деньги для этой программы. Сейчас ведется поиск, я надеюсь, он будет успешным. Но даже если безуспешным, все равно это очередной шаг в поиске внеземных цивилизаций. А еще Юрий Миллер создает уже на другие 100 миллионов долларов межзвездные аппараты. Маленькие роботы, которые, если все будет сложиться и технология там будет создана, в ближайшие лет 10 полетят к соседним звездам, у которых есть планеты. Мы планету уже обнаружили. Но издалека-то там ничего не понять. Надо лететь к ним прямо вот впритык, смотреть на них с близкого расстояния. И Юрий Миллер затеял такую программу. Это будут микророботы. Даже вот по нашим возможностям это вполне осуществимо. Микроробот размером с наперсток. Сегодня много таких роботов. Главное зашвырнуть его туда, чтобы он побыстрее долетел. И вот это как раз самое интересное. Ну, это если говорить о том, как мы хотим услышать какую-то другую цивилизацию. А если говорить о том, как мы пытаемся с ними связаться, что здесь было сделано и какие попытки были предприняты человеком? Вот тут не все просто. Дело в том, что есть некоторые уважаемые ученые, которые говорят, что не надо давать о себе знать раньше времени. Давайте сначала посмотрим, что это за существа, какие у них намерения, не хотят ли они нас завоевать. Давайте будем сидеть тихо и ждать. Ну, представьте себе, что все разумные в космосе будут сидеть тихо и чего-то ждать. Тогда никто друг друга не услышит и не узнает о его существовании. Нет, конечно. Надо дать о себе знать, и мы это делаем. Если не ошибаюсь, с 1973 года, довольно давно, мы уже посылаем в космос мощные радиопередачи. Они компактные, это буквально такой радиовыстрел, в котором зашифрована самая элементарная информация о нас. Где мы, кто мы, из чего мы сделаны, из какой биохимии, чтобы они сразу поняли, кушать нас не имеет смысла. Наша биохимия от их биохимии наверняка отличается, и наши аминокислоты им впрок не пойдут. Поэтому пусть не думают нас завоевывать, порабощать и так далее, а обменяться с нами знаниями, вот это было бы... Ну, представьте себе, к нам приходит их Википедия, и мы начинаем изучать историю неведомой цивилизации. Как они, из чего сделаны, какие у них щупальца, хвосты, уши, глаза, мозги. Например, у нас самая, пожалуй, одна из самых сложных игр – это шахматы. Да, ведь далеко не каждый хорошо играет в шахматы. 8 на 8 – 64 клетки. Если они нам скажут, сколько клеток на их шахматной доске, мы сразу поймем уровень их интеллекта. Если там 10 клеток, ну, скажем, для нас это ничего страшного, мы вас обыграем в ваши шахматы. А если там 500 клеток, ребята, да вы такие умные, на 500 клетках умеете играть в шахматы, нам до вас далеко. То есть вот даже такие элементарные знания, одно число, да, и мы уже сразу представляем себе уровень интеллекта этих существ. Очень хотелось бы наладить с ними связь. Я надеюсь, это произойдет. А есть какие-то способы расшифровки тех сигналов, которые сегодня астрономам кажутся все-таки сигналами от разумных существ? Ну, по поводу шифровать и расшифровать, это люди давно уже заняты этим делом. Одни шифруют, другие расшифровывают. И, конечно, мы посылаем сигнал в такой форме, который легко расшифровать. Но что мы будем им мозги ломать? Пусть себе сразу прочтут наши послания. Конечно, это язык математики. Тот язык, на котором мы с компьютерами общаемся. Двухбитовая система. Ноль единицы, ноль единицы. Все черное-белое. И таким образом можно и всю математику изложить, и элементарные понятия из грамматики, то есть язык. Это, конечно, будет не русский, не английский, не японский язык. А язык, такой универсальный математический язык. Знаете, были даже такие опыты. Один математик придумал логический язык. Такой математик европейский, Фройденталь, придумал. И на этом языке, который никто, кроме него, вообще не знал, он только-только его сам придумал, написал послание и разослал своим математикам-коллегам в разные страны. На что вы думаете? Не прошло и нескольких дней, как все математики расшифровали это послание. Но мозги-то у них точно так же устроена. Логика та же самая. Так что, конечно, проблем не будет. И мы их поймем, если они захотят этого. И они нас поймут. Мы-то этого хотим. А как относиться к свидетельствам о неопознанных летающих объектах или, как сейчас, допустим, называют их американские военные, неизвестные воздушные явления? Тоже буквально на днях никто-нибудь, а бывший глава секретной службы заявил о том, что едва ли не инопланетяне совершили атаку на ядерные объекты США? Ох, какая многогранная эта проблема. Во-первых, на днях, я думаю, он заявил именно потому, что все устали от ковида. Что надо чем-то людей отвлечь от этой безумно тоскливой темы. Ну, а вообще, время от времени, конечно, заявления об НЛО всплывают. И я, как астроном, собираю такие наблюдения, заявления вот с какой целью. Я понимаю, что 99% того, что человек не профессиональный, не астроном, не аэролог, в общем, как-то не способный сразу отличить естественное явление или редкое искусственное явление от чего-то нового, это будет нам неинтересно и впрок не пойдет. Но 1 или там полпроцента таких наблюдений могут сказать что-то новое в науке. И оно постоянно происходит. Вот довольно недавно мы открыли новое явление в атмосфере Земли. Это такие молнии, которые не из тучи в Землю бьют, а из тучи в космос наверху летают. О них были раньше сообщения, люди их видели, но как-то пропускали. Да нет, этого не может быть. Потом начали из космоса их наблюдать, фотографировать со спутников, с МКС космонавты заметили. Мы теперь знаем, эльфы это вот такие, ну так их назвали эльфы, ну а почему нет? А редкие довольно разряды вверх, туда в ионосферу Земли, только проводящий слой. Так что, конечно, что-то новенькое всегда можно надеяться открыть. Но в большинстве случаев люди видят триальные вещи. Тучу необычной формы, самолет необычной формы, Венеру, которая ослепляет нас довольно на ярком еще там не совсем темном ночном небе. Луну, восходящую из-за горизонта, у меня большая коллекция, даже книжка об этом написана. Это, конечно, вещи тривиальные, я об этом рассказываю людям. Люди, давайте я вам расскажу о том, что мы уже знаем. Может быть, после этого вы найдете для нас что-то, чего мы еще не знаем? Да, скажите, а можно ли вообще как-то вычислить с научной точки зрения саму вероятность или процент вероятности того, что мы все-таки когда-нибудь однажды, может быть, даже через сотни лет, но встретим внеземную жизнь, разумную? Встретим рядом с собой, да? Нет, встретим или сможем контактировать? Нет, контакт. Я думаю, контакт мы наладим. Вы знаете, так быстро развивается радиоастрономия. Еще недавно мы могли контролировать только маленькие точки на небе. То есть навели телескоп, радиотелескоп, и малюсенькую часть небесной сферы можем изучать. Сегодня появляются радиотелескопы, которые контролируют все небо, все гигантское небо вокруг Земли. А значит, пошла такая масса, такая лавина информации, внутри которой мы что-нибудь интересное в ближайшее время найдем. Я в этом уверен. Другой вопрос, а прилетят ли они сюда или мы когда-нибудь? Вот я уже говорил, маленькие зонды, маленькие роботы сейчас собираются запускать, но они очень маленькие. А вот большой корабль с человеком или большой корабль ожидать с пришельцем, я думаю, пришелец тоже будет не амеба, а что-нибудь такое солидное, да, мозг должен быть большим, руки, ноги вообще, тело солидным должно быть. Вот такую тяжелую вещь бросить от одной звезды к другой колоссальная энергия нужна. И на это нет даже смысла тратиться, ведь мы знания хотим получить, не просто прилететь и пожать ему руку, а получить от него все то, что нам интересно было бы узнать. А для этого не надо никуда летать, и они это понимают, не надо им бороздить там просторы Вселенной. Им надо сидеть у радиопередатчика и общаться с нами, или у лазерного передатчика, или у какого-то гравитационно-волнового передатчика, я не знаю, какие еще средства связи мы изобретем, но все-таки думаю, что радио это самое надежное, простое, дешевое. Я думаю, что вот давайте я сделаю прогноз. В ближайшие 7,5-8 лет, просто я знаю, как сейчас радиоастрономия будет вставать на ноги, мы получим сигналы внеземных цивилизаций. То есть не просто получим, а поймем, что это действительно разумное послание. 8 лет. Запомнили? Запомнили. А стоит ли искать все-таки жизнь каких-то разумных инопланетных существ на самой Земле? Ведь есть же объекты, такие же, как неопознанные воздушные явления. Ну да. То-то самое происхождение которых мы просто не можем объяснить. Пирамида Хеопса или что-нибудь такое, да? Это вопрос, конечно, не к астроному. Да, мне тоже кажется, что такие грандиозные сооружения или такие вот редкие вещи, как там тонко подогнанные камни в Южной Америке. У индейцев есть такие постройки, где, кажется, лазерная полировка нужна. Но вы знаете, когда я был еще любителем астрономии, я полировал стекло трением. Одно кусочек стекла, а другое. И добивался не просто подгонки друг к другу, а зеркальной точности. У меня зеркало для телескопа, я таким образом... Любой любитель астрономии сегодня может и делают реально. Так что индейцы, древние индейцы, американские вполне могли полировать камни. Нет, мне кажется, палеонтологи, историки, они уже согласились, что человек древний был не глупее нас и многое мог сделать из того, что нам сегодня кажется невозможно. Тогда обратим свои взгляды в космос. Ну и, конечно, будем ждать, когда сбудется ваш прогноз. Спасибо большое. Восемь лет. Восемь лет. Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова